Ну что, друзья, приветствуем вас в Соколе, Лига АБЛ, Китс, 2005-2007 года рождения, ЦСКА, соответственно, с этой стороны, Восток у нас с этой стороны. Не видел я этих команд до этой встречи, до этого матча, поэтому по ходу процесса буду пытаться знакомиться, если вдруг кого-то буду путать по фамилиям и так далее. Уж извините, УЦСКА, УЦСКА просит. Татарников Максим? Окей. Ну что, первое вбрасывание, остается УЦСКА, и Татарников как раз-таки игрок под номером 8, врывается сразу же в проход, и в итоге на линии штрафных отправляется, посмотрим, как со штрафными. Пока, кстати, у обеих команд на данный момент 2 победы. У Востока вроде 4 поражения, у ЦСКА 5, ну то есть примерно где-то рядом должны команды находиться. Тем временем Татарников из 2-2 штрафных реализует. Ну и Восток, соответственно, свое нападение организует. Татарников, да, по-моему, 2, из 2-2. Вот. Смотрим, что придумают в своем нападении Восток, пока в угол передачи на 27 номера. Это у нас Сушин. Снова на краску, возвращается на дугу мяч, убивает ЦСКА, в итоге все-таки потеря. Потеря будет для Востока, нарушение зоны. Ну и смотрим, Мамедов получает мяч, постановил дриблинг, ну так, не совсем согласен с этим решением. Тем не менее, продолжают пытаться загрузить усы, не доходит передачи. Хороший перехват от Востока и сразу же в обратную сторону. Чуть-чуть потерю, тут не организовали сами для себя. Все-таки теряет мяч Восток, к большому сожалению. Да, такая серия потерь, друзья. Пока это какая-то дикая беготня у нас не подуспокоится. Пока у нас теряют и те, и другие. Уже, не знаю, владение по два, наверное, совершили. И два раза попотерять успели. Ксилев Иван сейчас мяч будет водить. У Востока с боковой. Ждет он, когда под него откроется. Мамедов здорово на перехвате. Отдает 43-му бросок. Подушки мяч поскакал, не свалился. Ну и побежали. Снова Восток вперед, тащит мяч. Два шага там, теряя равновесие. Выбрасывал этот мяч игрок в белой форме. Ну и снова по периметру движения. Пока все в очень бешеном темпе. Пытаются все друг друга забегать на данный момент. Вот такие ощущения вызывает эта игра. Мамедов, Руслан получает тем временем мяч. Будет командовать он нападение своей команды. Но нет, решает сам до упора в проход. В итоге сложный очень бросок. Татарников тоже не забивает. Хотя подобрал там под чужим кольцом. Ну и потащил Восток мяч вперед. Через руки сложненько Сушин сейчас выбрасывал. Подбор тем не менее за игроками в белой форме. Наброс в краску туда в трехсекундную не проходит. И все-таки фолл выписывает сейчас в этой активной защите. Федулов Дмитрий слишком. Пока все у нас быстро и без рисунка особого. Игра у нас проходит. Без каких-то супер взаимодействий от тех и других. Тем не менее, сейчас неплохо развернулся. Таким полукрюком можно даже этот бросок назвать. Левачев Петр. Эту атаку ЦСКА завершает. Ай-яй-яй. Вот так раскидали. Вот так раскидали. Потеряли. ЦСКА сейчас в защите. Соперника под кольцом. И в итоге легкие два очка для Востока. Смотрим. Мамедов снова с мячом. Стараются пока на ногах против него отыгрывать. Треху решает шестой номер зарядить. Не попадает. Подбор в Востоку достается. И полетели вперед. Снова Мамедов тут попытался перехватить этот мяч. В итоге фолл получает. Ну и смотрим, что придумает Восток. Федулов Дмитрий получает эту передачу. Так, вдоль трехочковый протащил. В итоге поджимая под себя мяч. Вот блокшот попадает 27-й. Сушин. Дмитрий. Ну в итоге со второго захода сейчас забивает. Забивает Восток эти два очка. Да, пока все так немного непривычно после игр взрослых команд. Много хаоса. Я бы так назвал то, что сейчас у нас происходит. Подборолся там Татарников. Подбор все-таки оставляет за собой Восток. Сушин мчится вперед и сохраняет мяч Восток у себя. Козлов появляется на площадке у ЦСКА вместо Беляева. Ну и смотрим. Киселев мяч будет водить. Находит он Федулова. Тут снова возвращает 42-й. Прошу не 4-й. 42-й. Прошу прощения номер. Это Клименко Егор. Ну а тем временем через центр пытается тут у нас зайти. 43-й. Получает по рукам. Да, ну. Удается врываться Левачеву. Посмотрим. Два очка Петр уже набрал. С линии штрафной сейчас попробует тоже что-то придумать. Первый точно в кольцо отправляется. И второй. И нет. Но Татарников здорово на подборе выпускает. Выпускает восьмой номер мяч. К сожалению, большому. И в итоге потеря в этом подборе. И остается мяч у Востока. Там тоже очень большая замена. Четыре игрока аж покидают у нас площадку. Посмотрим. Посмотрим, как справится. Пытается прессинговать сейчас ЦСКА. Фулл корт. Но нет. Разбивает в Восток этот прессинг. Перетаскивает мяч на половину соперника. И пожалуйста вам. 15-й номер. От забора. Трешечку. Сейчас. Или двух очков. Это все-таки попадание было. В общем заряжает. Ну и Мамедова хорошо. Врывается Руслан. И с фолом. Мэндванс. Сейчас будет от него. Возможно еще и три очка в одном нападении. Набрать. Посмотрим. Посмотрим со штрафными. Как будет история обстоять. Левачева. Татарников убирает на подборе, чтобы побороться. Но не было такой необходимости. Забивает Мамедов. И штрафное. Вот тут потеря. Ой-ой-ой. Очень досадно. Левачев наказывает. Заказывает за неаккуратность игроков Востока. Костеренко и Егор пока с дриблингом перевел мяч все-таки на половину соперника. Просит от команды каких-то взаимодействий. В итоге получает заслон. Снова мяч на дуге. Пытается загрузить краску. Очень сложно. Там на большого передачи туда прошла. Но вниз упала. В итоге Козлов вроде на подборе был первым. Да. Как раз таки сфалил. Все бьется. Все уже. Вот это да. Не успел я, друзья, заметить. 10-6. Козлов на линию штрафных. Все фалы будут у Востока пробиваться. Первый. Ну так. В дальнюю дужку вроде как упал. Но тем не менее завалил. Сейчас мяч. В исполнении Козлова первый точно в итоге. И второй нет. Так же в дальнюю дужку. Но в этот раз подбор. Все-таки Восток внедряет в себе забрать. Сразу отправляется мяч вперед. Арапов Егор. Находит он Костиненко. И потеря. Потеря для Востока. Ну и снова ЦСКА в нападении. Опять на Мамедову попытались сейчас сыграть. Не получил. Вот раз шестой номер. Ну второй заход. И в этот раз точно получает. Там из-под кольца все сложно. Успелись игроки Востока туда сместиться. И успевает Козлов на этот перехват. Прочитал он. Разгонялся. Мне кажется чуть не от трехочковой. Снова ЦСКА пытаются прихватить. Посмотрим получится или нет. В итоге выводит сейчас Восток. Без особого сопротивления на чужую половину мяч. Слишком увлекся сейчас защитой. В итоге Арапов Егор сейчас на линию штрафных встанет. Потому что тоже у ЦСКА лимит командных фолов исчерпан. Левачев Петр. 43 номер у ЦСКА. Персональное замечание в этом эпизоде получил. Ну и смотрим. Штрафные как полетят у нас. У Востока первый не точно, к сожалению. В исполнении Арапова. Второй тоже мимо. Но подбор тем не менее. Дальний аскок кабанов там забирает. Решает сам попробовать. Не попал в кольцо. И ЦСКА сразу побежали вперед. Ну вот. Баскетбол. От юных и заряженных. Вот такой у нас бегут команды. Минимум простое. Подобрали, побежали. Арапов с мячом снова у Востока. Пока на дриблинге. Тут ой-ой-ой. Передачу читает. Читает ЦСКА сейчас. Перехват чуть-чуть не организовали. Снова Арапова мять доводит. Тот в краску. Хорошо загружает. Ну и получается. Забить из-под кольца. Очень досадного Костяненко. И сразу вперед. ЦСКА убегает у нас. Боже мой. Этот матч скорости у нас нон-стоп. Еще бы реализация была. Поувереннее у парней. Но вот спорный в итоге. Там в борьбе. Левачев за мяч зацепился под чужим кольцом. Но все-таки по стрелочке владения у Востока. Ну и смотрим. Смотрим за нападением. Костяненко и Бор. Козлов против него в защите. Да. Пока пытается в одну сторону, в другую мяч вести. И находит в итоге пятерку. Загружает. Пытаются усы. Ну. Да. Пока ЦСКА эти передачи прерывает раз за разом. И да. ЦСКА оставляет мяч. Тоже показалось, что владение за Востоком должно остаться. Но нет. Скороцкий. Пытается 12 номер тут хэнд-офф сыграть. А в итоге заступ получается. У ЦСКА тут передача мяча как раз-таки в руки Левачеву. Когда тут зашел уже за линию. Получилось. И в итоге потеряли. Потеряли этот мяч армейцы. Ну и Архангельский сразу тут решает поделиться мячом с 15 номером. В итоге Козлов там успевает выйти. Снова Архангельский очень здорово сыграл. Но нет. Передача опять на 28-го не доходит. И в итоге ЦСКА наказывает в быстром отрыве своих соперников. Архангельский с мячом здорово. Сейчас обошел двух соперников на дриблинге. Все красиво сделал. Но опять-таки Ефремов там в трехсекундный лишний раз ударил. Удается Востоку вернуть владение. На последних секундах выбрасывает восьмой номер. Это Кабанов Максим был. Но базар не получилось организовать. 13 на 6. ЦСКА ведет. Пока игра больше похожа на бей-беги. Все носятся. И иногда не успеваешь за народом уследить. В общем посмотрим как дальше тут у нас игра пойдет. Пока ЦСКА наверное за счет более агрессивной защиты и более скоростных забросов атак на скорости в этом матче ведут. Восток попытались сейчас сменить практически четверку, но опять-таки пока результата это не дает. Что начинается? Я вообще не виноват, что они не знают, что такое оппозиционная атака. Что у них схватил мяч и побежал. Я тоже не знаю. Я уже забываю просто. Но опять-таки молодые команды. Поэтому друзья понятно, что все-таки для них баскетбол еще. Так знакомство с ним происходит. Поэтому может быть слишком много энергии, слишком много сил. И пока парни его выплескивают вот таким вот образом. Стараются максимально быстро отобрать мяч и просто убежать в нападение. Левачев получает тем временем первую передачу. ЦСКА именно нападение, их атака будет открывать вторую четверть. Хэнд-офф с Мамедовым. Тот врывается, не чувствует сопротивления. Фол в нападении получает Мамедов. Так что два очка у нас не засчитано. Ну и Восток свою атаку начинает. Тоже сразу же очень быстро переводит мяч в нападение. Бросок с дуги неточным оказывается в исполнении 43-го номера. Это Федулов Дмитрий был. Ну а ЦСКА отвечает. Мгновенный заброс. И сразу же два очка. Продолжается у нас игра нон-стоп. Передача по дуге от Востока. Ну вот тут такая, в принципе, уже оппозиционная атака. Хорошо сейчас разыграли, раскидали. Нашли Федула под кольцом. Хорошая передача. И в итоге в краске разобрался. 43-й забивает два очка. В такой спокойной атаке. Мамедов отдает своему восьмому. Левачев выходит снова на дугу. Получает обратный пас. И опять-таки, улетая в сторону, куда-то выбрасывает мяч. Но подбор за армейцами снова остается. И в этот раз уже Восток перехватывает эту передачу. Да, убегал Трунаев Андрей сейчас в отрыв. Но в итоге сфалили на нем. И посмотрим. Опять-таки, позиционные нападения. Киселев отдает на Федулова. 43-й решает с трех очков попытаться в обгрыше пойти. И в итоге там близкие были к потере. Но оставляет Восток контроль за мячом у себя. В итоге 27-й номер. В проход отправляется. Не забивает. К сожалению. Сушин Дмитрий. У Федулова Дмитрия тем временем уже четвертый фол. Четыре фола у 43-х. Да, вот так вот у нас вторая четверть только началась. А уже у игрока у одного четыре фола. Очень, очень парни стараются в защите. Но пока чисто отыгрывать, к сожалению, не получается. Остается сейчас после этого, скажем так, выбивания. Мяч все-таки за игроками ЦСКА. Замену как раз-таки Федулов Дмитрий отправляется пока на скамейку. Плюс Никита вместо него выходит. Из-под кольца они забивают. Но там подбор остается за армейцами. Мамедову на дугу. Через центр Руслан. Ну, тут такая скидочка. Не знаю. Ну, опять-таки на линию штрафных отправляется тринадцатый номер. Это Люкин Максим. Посмотрим. Первый штраф не точный. Опять-таки пока, друзья, еще раз прошу прощения. Не все команды знаем. Знакомимся со многими первый раз. За этой игрой, в принципе, наблюдаем. Очень сложный бросок от Левачева. В итоге потеря. И побежал Восток. Побежали парни. Снова бросок. Без каких-либо добавочных передач. В итоге со средней промахивается четвертый номер. Подбор снова за Востоком. Левачев отправляется на скамейку. Беляев, по-моему, вместо него выходит, если я не ошибаюсь. Ну, и смотрим. Селев опять вводит мяч в игру Востока. Но периметр в мяч возвращается. И бросок на этот двухочковый, правда, будет. В исполнении Плюсина Никиты. Ну, и там сфалили на нем при броске. Поэтому на линии штрафных сорок первый отправляется. Посмотрим. Посмотрим, что у него со штрафными. Первый спокойно реализует. Без подготовки сразу. У каждого баскетболиста свои, как бы, есть системы перед штрафным броском. У Никиты просто получил из рук судьи, без удара в пол. Выпускай сразу мяч в кольцо. Ну, и получается, что это очень эффективная методика для него. Скроцкий бросает сложный бросок через руку. Пришлось его выпускать. И в итоге не попадает. Но мяч, тем не менее, у ЦСКА Скроцкий хороший вход. И нет, опять нет набранных очков. Там за этот мяч активная борьба. Как раз-таки Плюсин Никита от Востока. И Люкин Максим боролись. Но по-спорному опять по стрелке владение к Востоку возвращается. Сушин хорошо находит в краске 42-го. Бросок, к сожалению, не точно получается у Клименко Егора. 12-му, 12-му дали, да. По-моему, 12-му. 13-му. Не забивает Клименко первый свой штрафной. Вот так вот уже 5 командных фолов ЦСКА набрали. 6.30. Еще играть. В общем, очень много времени. Но пока все вот так вот очень динамично, очень хаотично. Мамедов тут ошибается в передаче. Потеря для армейцев. Ну и поехали. Нападение Востока. Наблюдаем, что придумает Сушин. 27-й номер пытается опять-таки штраф загрузить. Мамедов сразу же, мгновенно переключается. Вцепился в этот мяч просто как клещ. Вынуждает судей остановить, поставить спорный. Ну и в итоге владение снова за армейцами. Руслан, ну да, явный, явный лидер, лидер этой команды. Любит Руслан много с мячом времени проводить. А вот тут очень здорово. Передача через полплощадки. Ну как же так? С-под кольца-то нужно забивать Сушин. Ну в итоге забивают сейчас с дистанции Восток. Но в любом случае такие шансы хорошо бы использовать с первого захода. Мамедов зарывается в нападении. Может он тут, конечно, предъявлять какие-то претензии. Но скорее тут его вина Сушин. Здорово убрал на фейке. И два очка из-под кольца 27-го номера. Дмитрий сейчас хороший отрезок провел. Буквально две атаки подряд с его очками набранными для Востока. Скроцкий сложно тут разворачивался. Одной рукой попытался мяч выбросить. Не попал. Восток снова бежит в нападение. Пытаются до Сушина донести мяч. Плюс не на это делал. Вдоль лицевой. Но в итоге потеря для Востока. Ну и снова, да. Пятерка. Пятерка у нас игроков. Выходит у Востока. Ротация позволяет меняться вот так сразу. Пять на пять полным составом. Козлов тем временем атаку у ЦСКА начинает. На двенадцатого. За слоном помогает. И в проход отправляется. Не решился до конца Скроцкого пройти. Татарникова на трехе находит. Тот врывается. Опять улетая куда-то от кольца. Выбрасывает этот мяч. Здорово. Раскидали все. Ну смотрим. Да. Тут нужно забивать. Какой? Сейчас отличная атака просто получилась у игроков Востока. В три передачи прошли всю прощадку. Арапов там должен был завершать. Довели до него мяч очень быстро. ЦСКА не успевали вернуться. Ну вот прорезается. Прорезается моментами. Хорошие. Хорошие связки у Востока. Пока моментами. Но Кобуленко сейчас мешал. В итоге владение у ЦСКА останется. Но замедлено разведили эту атаку. Восток. Козло. И камера получила по лицу. Настя, посмотри, трансляция там идет. А то тут камера получила. Окей. Ну и снова Восток. Снова атака. Костеренко Егор с мячом. По дуге. Восток раскидали мяч. В итоге попытались залезть в трехсекундную. Туда потеря. Ну и передача на Козлова тоже не совсем нужной, мне кажется, была. В итоге ответные. Такие две любезности от тех и других. По потере. Сейчас из-под кольца попытался 18 номер. Это Ефремов Олег. Атаку завершить. В итоге на нем сфалили. Ну и на линию штрафных. Олег у нас отправляется. Первый. Подумав немного, мяч сваливается в кольцо. Ну и догоняет у нас тем временем своих соперников Восток. И выходит вперед после этих двух штрафных. 16-15 плюс одно. Козлов, да, тут чуть не споткнулся на ровном месте 25 номер. Татарников врывается восьмерка. И на своем собственном дриблинге этот мяч теряет. Я не знаю, что помешало. Какой именно момент контроль он утратил. Но тем не менее. Тем временем хорошо раскидывает Восток. Архангельский Андрей. Средний бросочек. Ну, слишком уж не точно он получается. Но опять к Андрею мяч возвращается. Хорошая передача. Татарников кол сейчас получит. Хотя очень смело в проход туда отправился Кобыленко Илья. И убрал, в принципе, мяч достаточно далеко. Но все-таки дотянулся до него. Не без фола, но дотянулся. Татарников. Ну и снова на линии штрафных у нас Восток. Мне кажется, сегодня вполне себе может быть, что и большая часть парней на этой линии побудут. Побывают, скажем так, из 2-0. К сожалению, в этом моменте. Ну и Мамедов, вернувшись на площадку ЦСКА, останавливают там его очень неплохо. Может, конечно, много чего говорить. Но тут и проход от 12-го. Очень уверенно отправляется. Скороцкий Данила в этот проход. В итоге зарабатывает штрафные. Ну и ЦСКА теперь на линии. Последние секунды у нас идут. Да, аэрбол тут не добрасывает до кольца. К сожалению, 12-й. Второй получше. Постучал мяч подушкам. И в итоге, да, тут потеря от Востока на ровном месте. Остается буквально 29 секунд. Мамедов, понятно, с мячом. Будет, скорее всего, Руслан пытаться до конца дотащить мяч. И выбрасывает его в никуда. И смотрим, что придумывает Костенко. Хорошая передача. Отличная передача, я бы даже сказал. Но пробежка, да, там натоптал. Пока пытался улучшить позицию для себя Ефремов. В итоге потеря для Востока. Две секунды. Не успеет этот мяч выбросить игроки ЦСКА. Заканчивается у нас вторая четверть. 16-15. Друзья, 2 очка ЦСКА в этой четверти мы увидели. Всего лишь 10 у Востока. Ну, разменялись практически любезностями. 13 на 6 ЦСКА первые выиграли. Но здесь, конечно, ЦСКА отдыхали. 2 очка за четверть. 2 очка за четверть. Ладно, ждем второй половины. Посмотрим, как она пойдет у команд. У таких молодых коллективов, понятное дело, что скорость явно вряд ли упадет в передвижение, перемещение по площадке. Но, опять-таки, будем надеяться. Была очень одна хорошая комбинация у Востока, когда в три передачи они прошли, раскидали мяч. Но пока это была единственная такая трехходовочка. Все остальное более так хаотично выглядит. Вы, ты не пройдешь! Знаешь, как Гендальдс. Хожу к вам в Собярине. Сейчас он в Собярине. Сейчас он в Собярине. Сейчас он в Собярине. Сейчас он в Собярине. Можно еще сейчас на трансляцию сказать. Ребята, у нас сотрудники не доедают, не доедают. Поэтому, пожалуйста, помогайте едой. Приносите на матч. Чего? Мы начинаем или пока разминаемся? Стой, стой! Стой, стой! Стой, стой! Ну, ты знаешь, что сладкое оно коротковременный прилив сил дает. Ну, хоть так. Сейчас выплеснется в кровь. Потом... Они будут продолжены, пока спецы не покидут в помещении зала. Угу. 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 Ну, что, у нас вторая половина. Восток теперь будет начинать со своей атаки. Посмотрим, что парни придумают. Ну, и в итоге потеря, к сожалению. Да, тут опять Мамедов включился. В итоге Костенко получает персональное замечание. Скроцкий с мячом. Ну, вот так вот. Скроцкий тут расставляет уже своих партнеров. Мамедова дает из рук в руки мяч. По периметру, пока ЦСКА пытается мяч подвигать. Очень сложный момент. Решается в 43-й врываться. Татарников там после промаха подбирает и забивает с под кольца восьмерка. Но, опять-таки, очень медленная сейчас атака получилась на удивление у ЦСКА. Костенко подавливает его Мамедов. Хорошо останавливается на две ноги 15 номер. В итоге скидка не точная. Перехват для армейцев. Мамедов снова загружает в быстром отрыве. Встанет сейчас шестой номер на линию. Ну, вот. Понятно, что пытаются спокойную, такую хорошую атаку разыграть Восток. Но мяч, когда перехват, просто не успевают возвращаться. Так вот, чтобы без фолов, как говорится, остановить соперника. Первый штрафной в исполнении, тем временем, Рустана неверно. Но неверно, но все. Не точным, конечно, получается, к сожалению, большому. Пять очков на его счету. Вот. И второй тоже мимо. Но там хорошо поборолись. Чуть-чуть мяч не свалился все-таки в руки. Сушин. Дальше туда двигает мяч. И смотрим, что придумает Восток. Ой-ой-ой, залез туда под самое кольцо. Четвертый номер. Это Киселев у ван был. И в итоге под блокшот попадает. Ну, в принципе, пока все очень неплохо. Сушин сам решает этот вопрос. Будет хорошо бросил, но не попал. И второй шанс для Востока тоже, к сожалению, без набранных очков. Трунаев, Андрей. Ой. Ефремов, Олег, 18-й, не 16-й номер там подобрал. И в итоге не набрал своих очков. Хотя был хороший шанс для этого. Киселев снова мяч уводит. Насушина. Тут попытался в лицевую пройти, не пошел. Киселев свободная треха для четвертого. На переднюю дужку. Подбор за армейцами. Там втроем в один мяч парни вцепились. Сушин получает персональные замечания. Мамедов на Татарникова. Восьмой номер теперь, видимо, будет пытаться один в один обыгрывать. Хорошо проходит. Тут на первом шаге далеко. За спиной соперник оставляет. И передача вперед. Попытка на Киселева отправить мяч не заканчивается потерей для Востока. Тем временем в проход отправляет 43-й. Мяч прокатился по всему периметру кольца под подушки. И в итоге выскакивает все-таки без попадания. Клименко тем временем на Киселева. Сушин. Сам 27-й пытается в лицевую туда опять отправиться. Чуть не потерял мяч. Клименко просит тут комбинацию. Рога заказывает. Но в итоге Киселеву отдает. Не успели ему партнеры помочь, так сказать, в этом моменте. А это сейчас все-таки фол. Все-таки фол получает у нас 13-й номер у ЦСКА. Люкин Максим. Ну а Ефремов сейчас с линии штрафных попробуется отметиться. Неплохо. Пару эпизодов предыдущих сыграл. Под кольцом здорово борется. Но смотрим. Да, пока с линией штрафных и в предыдущих атаках набрать очки не получается. Восток. Но владение сейчас останется у них. Хотя казалось, что вроде подбирается ЦСКА. Киселев. В этот момент пробежка сейчас будет у Киселева. Да. Потерял опору. И в итоге натоптал. Да. Опять-таки скорость игры быстрее. Быстрее тех событий, которые у нас на скамейке происходят. Поэтому приходится иногда притормаживать. Скроцкий. Хорошо. Татарникова находит. Тут в краске разворачивающийся с отклонением. Восьмой номер бросает. Хотя у него такое преимущество вроде над соперниками-то точно есть. Можно попробовать навалить. О-хо-хо. Блокшот. От 43-го. Ой, там скачет мяч. По всем рукам. Забирает все-таки Левачев. Прошу прощения. Левицкий. Левачев. 43-й. Коус-то коус проходит. Не забивает. Снова борьба там под кольцом. И в итоге заступает. Заступает сейчас. Люкин. Иной потеря для армейцев. Киселев снова в атаку своей команды начинает. Опять-таки притормозил ее. Все. Нет движения. Нет движения у Востока в нападении. В итоге Сушин. Угол передача. От Трунаева. В итоге Сушин в мяч вернулся. Бросает. 27-й не попадает. Под бортом, под кольцом. Очень хорошо вцепился в этот мяч. Клименко. Ну и в итоге. Спорный. И в этот раз уже владение за армейцами. 17-16. Одно очко разницы. Но в этот раз поаккуратнее. Во второй половине не так много полов. Все еще. Пока не по пять в общем у команд. От Мамедова. Хорошая передача. Татарников проходит. Забивает. Ну и Киселев вперед тащит. Мамедов выходит. Да, на дриблинге. Тут чуть не потерял Киселев этот мяч. Попытался загрузить сейчас штрафную. В итоге потеря. Очень сложные броски. Армейцы себе находят. В итоге очередной спорный. И в этот раз уже. Восток будет мяч вводить после этого спорного. Но да, пока. Пока все очень плотно по счету. Несмотря сейчас, что армейцы в принципе где-то очка на три сейчас оторвались. Но Восток вполне по силам вернутся в этот матч спокойно. Сушин возвращает на Федулова. Тот пытается снова краску загрузить. И армейцы эту передачу пока ждут. Ждут они эту передачу. Мяч удается им вырвать. Правда, сохранить себе не удается. Ошибки, к сожалению, при выносе. Да. Не смогли. Не смогли результативно это дело завернуть. Кабанов максим теряет мяч. Ну а Клименко и Егор получают персональное замечание. Следующие все полы, кстати, будут пробиваться. Ну вот в этот раз подольше, подольше. Команды у нас продержались. Люкин разворачивается. Мамедов под мяч стал открываться. Хорошо тут остановился. В итоге бросить Мамедову не дали. Все попадали. Владение за армейцами остается. Смотрим, что придумают. Люкин сложный. Опять бросок для себя придумывает. Ну любит он. Любит 43 такие броски. Раз за разом выполнять. Левачок. Да почему же я все время фамилию-то путаю. У 43-го. Простит он меня. Надеюсь, когда будет смотреть первая трансляция. Так что, друзья, сори. Тем временем, хороший проходив с контактом. Сукшин забивает. Сейчас два очка. Ну и восток. Опять-таки, от трех очков остается одно. Преимущество армейцев. Еще и ошибка. И в итоге никто не бежит от ССК в защиту. Кроме ошибившегося. Как раз таки. Ну а сейчас досадные, на самом деле, полы. Отсушено. Потому что, ну, на мой взгляд, очень-очень такой качественный и нужный игрок в нападении. Но, к сожалению, отправляется он на скамейку. Понятное дело, что понахватал лишнего. Скротский сейчас будет на линии штрафной. У ЦСК пробовать забивать. Первый точно в кольцо отправляется. Второй нет, к сожалению. Но дальний оскок. Скротский удается ему за этот мяч. Благодаря Люкину вроде как зацепиться. И снова Люкин. Очень здорово в защите. Перехватывает передачу. Мамедову оставляет. На дуге пока ЦСК остановили свою атаку. На Люкина. Свободный бросок для 13-го. Не забивает. Ну и побежали. Полетели уже в ответ на атаку Восток. Клименко там попытался на Кабанова перевести. В итоге владение все-таки остается за Востоком. Видимо, кто-то из игроков ЦСК зацепил. Треха свободная. Залетает. Наконец-таки Федулов забивает трехочковый бросок. Сейчас очень нужный, очень важный. И плюс один. Теперь уже для Востока. Было преимущество за ЦСК. Но теперь уже Восток у нас выходит вперед. Снова Мамедов пытается там уже под кольцом соперника начинать прессинг после своей потери. Вот и Кабанов. Не знаю точно, как ударение поставить. Вот так вот. Вторая подряд треха. Было бы очень сильно от Федулова. Но нет, не попадает. Мамедова находится ЦСК. Ошибается с передачей Руслан. Тут его ошибка. И Федулов. Как же так? Да. Дали тут шанс армейцы. Трунаеву все-таки исправить ошибку своего партнера. Два очка из-под кольца. Теперь плюс три уже для Востока. Татарников. На дуге. Хорошая передача на Скородского. Тот будет пытаться развернуться. Мамедов зачем-то близко к нему куда-то подходит. Этот хенд-офф был не нужен. На мой лично взгляд. Потому что все было сложно. Но и двенадцатому сейчас выдадут персональное замечание. Киселев возвращается на площадку у Востока. Клименко он заменит Егора. Ну и как раз вот появился на площадке сразу мяч в игру. Именно он и водит. Пока по дуге двигают мяча. Трунаев чуть не потерял. Сразу Беляев тут его подавливает. Но нет. Все-таки сохраняет для команды. Очень сложный разворот. Сейчас сам себе такой сложный бросок Федулов придумал. Не забил. В итоге ЦСКА тащит мяч вперед. Понятно. Мамедов. Он это любит делать. Не попадает. Руслан. Ну и нужно бежать назад. Киселев притормаживает нападение своих партнеров. В итоге пытался тут накрутить всех ИСЯ. Вернул мяч на дугу. И флоутер очень неплохой. Кстати, по высокой дуге запустил у нас Арапов. Не забил. А тем временем трех. Вторая, если не ошибаюсь, у Федулова. Ну и 29 секунд остается. 26 на 20. Вот так вот Восток тут у нас преимущество подприобрел. В этой третьей четверти Мамедов, конечно, очень эмоциональный парень. Но на самом деле часть передач вообще не нужных было от него. Поэтому на табло такой счет, который мы видим. Ну и ждем 30 секунд. Все близко. После этого у нас еще одна детская игра. Так что, друзья, всем любителям детского баскетбола. Следующая трансляция тоже будет детским матчем. Так что кидзы у нас продолжают в Соколе играть. Приходите, смотрите. А мы пока будем досматривать эту игру. Посмотрим, как в итоге все дело закончится у Востока с армейцами. Очень долгий тайм-аут. Давайте уж, может, начнем. Что ж такое-то? Постоянно камеру ногой задеваю. Ладно. Возвращается Татарников на площадку. Судье, судье мячик нужно отдать. Да, именно так. Левачев будет мяч с лицевой вводить. Ждем мы, ждем мы появления Востока на площадке. Ну и смотрят, пытаются сразу же тут прессинговать. Киселев против Мамедова. На ногах четверка пока отыгрывает. Вот сейчас только руками начал лезть. Но опять-таки останавливает прямо на средней линии практически соперника. Левачев отправляет 43-й в проход. Там сам врезался в игрока Востока. Скорее, инициации контакта вроде не было. Но нет, Кобуленко все-таки получает. Фолк. Но уже не за контакт с Левачевым. А Татарников пробивать сейчас будет. Первый. Тем временем штрафной забивает. Я уже камеру развернул. Второй в дужку в переднюю приходится. Один из двух забил Татарников. 21 на 26. 5 очков преимущества за Востоком перед последней четвертью. Ну и мы в ожидании финала. Развязки этой, так сказать, интриги. Ну, у ЦСКА, конечно, самая результативная была первая четверть. А дальше все достаточно скромно. В этой четверти 6 очков армейцы забили. Проиграли в 4 очка ее. Продолжение следует. Закончим этот увлекательнейший триллер. Ну что, друзья, четвертая четверть. Большая-большая просьба. Уважаемые родители, все, кто будет смотреть матч, возможно, в какой-то момент работа комментатора вас не очень радует. Но есть одна большая просьба. Сейчас все мы понимаем, что в условиях всех этих ограничений матч все-таки организовать не так легко. И без зрителей мы просим, чтобы они у нас проходили. Все-таки, если мы хотим, чтобы дети продолжали играть, чтобы баскетбольные, так сказать, соревнования продолжались. Давайте все-таки будем уважать просьбу организаторов и не находиться на территории зала во время этих игр. Ладно, наблюдаем. Восток Сушин, Дмитрий, с мячом. Останавливает дриблинг не очень вовремя, на мой взгляд. Удается вернуть мяч на дугу. В итоге опять попытались краску загрузить. На Ефремова передача пошла, но, увы и ах, перехват. В итоге армейцы забирают себе мяч под контроль. Мамедов, Руслан с мячом. Да, Хэндов тут с Левачевым играет, но слишком быстро Левачев тут двигался. Без удара мяч принял и в итоге пробежка от 43-го. Ну и смотрим. 15-й номер тем временем снова появился на площадке. Костенко на Кабанова играет. Дальше передача и просто из рук вываливается тут мяч. Да, досадная потеря от Ефремова. Ну, снова Мамедов с мячом. Понятное дело, Руслан через центр пытается ворваться до кольца. Мяч тащит, опять отваливается в сторону. Люкин там схватился с Ефремовым за мяч. В итоге спорный. Олег отправляется пока на скамейку. По 28-м номерам вместо него Кобыленко Илья появляется. Ну и Костенко. Костенко в позиции разыгрывающего на Кабанова. Опять-таки туда ближе к краске передача. В лицевую разворачивается. Сейчас 42-й номер Клименко и Егор. Но в итоге потеря, к сожалению. Ксилев возвращается. Кабанова он меняет. Максима. Ну и ЦСКА Мамедов снова с мячом. Снова останавливает дриблик Руслан. Очень далеко от трехочковой даже. В итоге вот это скрестное движение. Мяч где-то в ногах там застрял. Но разобрались сейчас парни в красной форме. И Левачев забивает два очка. Запутали они, мне кажется, и себя, и соперника. Смотрим. За нападением в исполнении Востока. Ксилев с дальней дистанции не забивает. Треха не залетает. Левачев разводит руки. Недоволен. Тем, как с ним обошлись. Но, тем не менее, опять-таки. Вполне себе игровой контакт. Мамедов. Находит Люкина. Тут разворачивается. Не дает ему бросать. Слушай, хорошо на ногах. Левачев снова в ход не попадает. Флоутер. Подбор, тем не менее, за армейцами. Еще один шанс у них есть. Да, сейчас на Левачеву передача слишком неожиданная была. НД выхватил ее 43-й номер. Сушин на Киселева. Четвертый номер. В итоге отдает Костенко. Тот Сушину. Есть время на бросок. Свободный. Ну, такой получается. Флоутер чуть ли не со штрафной. Подбор, тем не менее, Восток подбирает еще раз. Федулов молодец. Отбил сейчас. За всех и вся. И на линию штрафных сейчас он встает. Забивает, забивает Федулов. Федулов хороший бросок. Две трехи он сегодня зарядил. Достаточно уверенно исполнил их. И сейчас линию штрафных первый точен. Но второй, к сожалению, из кольца выскакивает. Левачев с мячом. Хорошая передача татарников. Один под кольцом. Не успевает Восток вернуться, чтобы подстраховать этот отрыв. Потеряли там большого армейцев. Беляев, Илья, персональное замечание сейчас получает. Но срывает быстрый отрыв для Востока. Ну, быструю атаку. Наверное, отрывом все-таки сложно было назвать. Там, в принципе, армейцы-то тоже вернулись. Козлов появляется. Долго его не было. Против Киселева он будет играть. Вдвоем начинают пытаться прессинговать четверку Востока. Но он не попадает. Есть уже третий шанс для парней в белой форме. Очень неплохо. На кольце сейчас соперников собирают парня. Федулов сначала подобрал. Потом за ним Кобыленко. В итоге Сушин остается владение за Востоком. Там, видимо, фолком из армейцев выписали. Федулов получает мяч на Сушина. Тот из угла не попадает. К сожалению, подбор татарников спасает мяч. Ну и опять Мамедову возвращается. Через всю площадку очень такая опасная передача. Если уж честно, Сушин на подборе после промаха от Левачева. В принципе, все неплохо. На скорости Костеренко вдоль лицевой попытался передачу отдать. Но выловить, к сожалению, Федулов ее не смог. Ну вот, к четвертой четверти все-таки так немножко рисунок какой-то появился в игре. По крайней мере, у Востока явно видно, что чуточку они по организованию своего соперника. В плане позиционного, по крайней мере, нападения. А тут вот Левачев довел до трехи и решил зарядить сразу. Несмотря что очень близко к нему Федулов был. Замену у армейцев Левачева отправляют пока на скамейку под 12 номером. Соответственно, вместо него Скроцкий Данила появляется. Киселев тем временем с дриблингом. Проходит Козлов. Хорошая скидка в угол. Ну, как раскидали. Но почему сразу не бросить? Решается взблизиться Сушин с кольцом. В итоге Плоутер не забивает. Снова Оскок за Востоком. Хорошо, на Киселева есть возможность свободного броска. Нет, опять на партнера Сушин с дистанции не попадает. Подбор опять там здорово играет. Восток забивает в итоге эти два очка. Ну, да, сейчас просто промежуток, в котором Восток показывает, что все-таки в плане командного взаимодействия пока они поинтереснее выглядят. Вот конкретно в этом промежутке точно поинтереснее своих соперников выглядят. Ну, и на Киселево передача. Да, тут ждет он, ждет он помощи от партнеров. Выходит ему Фидуов с заслоном. Ой-ой-ой, потеря. Потеря для Востока. Абсолютно невынужденная. Ну, как бы вроде как контролировали всю историю. Клименко сейчас будет мешать водить мяч. В итоге прямо в руку к 42-му он приходит. Перехват от Востока. На Фидуову попытка передачи была. Умамедов получает персональное замечание. Да, и лимит командных. Все, следующие фалы армейцев будут пробиваться. Киселев разворачивается. Умамедов пытался его тут подловить, но не получилось. Хороший хенд-офф тут отыгрывают. Просто, ай-яй-яй, как же так, как же досадно. Сейчас очень неплохое взаимодействие у Клименко с Киселевым было. В итоге Мамедов сейчас в быстром отрыве наказан за то, что не набрали свои очки Восток. И у нас двухочковая дистанция. Хотя по игре, конечно, ну, если честно, казалось, что Восток уже контролирует у нас эту игру. Но нет. Рановато, рановато это ощущение. У меня пришло. Хорошо загрузили опять краску на Ефремову передачу. Но продавить Татарникова непросто. В итоге сохраняет Восток мяч. Ну и смотрим, что сейчас в этом нападении они придумают. Архангельский Андрей в те время появился на площадке. Будет его позиция разыгрыша. Сулшин бросает. Дмитрий не попадает. Снова цепляется Восток за мяч. Но нет. Козлов тащит на себе. Архангельский хорошо с ним на ногах отзащищался. Снова передача назад на периметр. У нас возвращается Люкин. Будет пробовать заходить. Нет. Очень сложно продраться тут через руки и через всех игроков Востока. Татарников тем временем, получив под кольцом, натоптал. И два очка не засчитаны для армейцев. Две с половиной минуты играть. Два очка разницы. Архангельский с мячом. Опять Сулшин здорово открылся. Ну, нужно забить. Дима забивает. Сейчас два очка. Хороший вход. Хорошее открывание. Армейцы проспали сейчас откровенно этот момент. Козлов. Передача опять-таки на штраф. Налюкина в итоге. Тому не дают спокойно мяч обработать. И проход после перехвата. Отсушено. Опять-таки. Пытается Татарников все решить сам. Пролетел тут от кольца до кольца. В итоге борьба там за мяч. Опять у нас вольная либо греко-римская. И под кольцом в итоге ошибка для армейцев. Клюкину мяч отскакивает. Он за площадкой условно так обозначим. Это находился. Ну, и Дмитрий как раз-таки разыгрывает. Десять очков на его счету. Находит Архангельского. Тут снова насушено. Разменяли. Передача здорово. Вход и два очка с полом. Да, разыгрались. Разыгрались четвертой четверти, парни. Востока. Армейцы потеряли вот это вот оружие, которое у них самое эффективное было в этом матче. Это скорость перехода в нападение. Как только этот ритм упал, как только скорость подупала, Восток сразу же. Ну, это правда только четвертой четверти у нас произошло. В этом ритме показывает, что ему привычно, комфортно и хорошо. Армейцам же, к сожалению, нет. Татарников очередная попытка от кольца до кольца оттащить мяч. Заканчивается неудачей. Архангельский останавливает. Опять находит Сушинского. Итого, просто свободный коридор. ЦСКА просто в защите. Полностью рассыпались сейчас. Не перестроились. Мамедов попросил заслон. Сам решается на треху. Не точно. Козлов там на подборе. Но, опять-таки, вокруг два игрока Востока. Вот сейчас Сушин Дмитрий получает персональное. Это четвертое. Это четвертое у него уже. Но, опять-таки, играть 30 секунд. Думаю, что сможет он без фолов доиграть. Архангельский перехватывает. Хорошо очень все раскидали. Ну, и Сушину дают еще два очка набрать. Сейчас в быстром отрыве. Не пожадничали. 24 секунды остается. Мамедов. Не знаю, будут ли они доигрывать. Будут ли бросать. Задача, не знаю, какая сейчас стоит. В итоге, хенд-офф на трехочковой. Козлов. Подвигали немного мяч. В итоге, в лицевую не дает зайти. Восток к ним в гости. И Архангельский на исходе решает все-таки бросить, забиваясь. Эти два очка, которые, в принципе, уже ничего не меняют. Это матч 41 на 27. Победа за Востоком. Ну, победа в четвертой четверти, по факту. Восток просто стал организованнее отыгрывать. Ну, а мы ждем следующую игру. Спасибо.